День веков День веков хронограф. В этот день в разные годы и столетия на свет появились многие замечательные люди, которые приобрели мировую известность в области науки и культуры. 10 ноября 1697 года в Лондоне родился Уильям Хогарт, английский художник, гравер и теоретик искусства. Хогарта по праву называют основателем национальной школы живописи, так как его творчество стало первым по-настоящему крупным явлением в английском искусстве. Я обратился к совсем новому жанру, к писанию картин и созданию гравюр на современные нравственные темы. Области еще не испробованы ни в одной стране и ни в какие времена, вспоминал он позже в автобиографии. Огромное влияние на Хогарта оказали идеи философов просвещения. Они утверждали, что с помощью художественного творчества можно воспитать нравственное начало в человеке и искоренить пороки. Этой задачей мастер подчинил многие свои произведения. Больше всего Хогарт любил создавать циклы гравюр или картин, объединенных с сюжетом обличительного характера. Так возник в 1731 году первый, принесший громкую славу художнику, сатирический цикл из шести работ, называвшейся «Карьера продажной женщины». Здесь воспроизведена простая, как мир, история деревенской девушки Мэри, приехавшей в Лондон, ставшей богатой содержанкой, а затем попавшей в тюрьму и умершей в ужасающей нищете. В 1732 году Хогарт воспроизвел эти картины в гравюрах. Успех серии был столь велик, что на гравюру сразу же нашлось 1200 подписчиков. За первой серией последовала вторая – «Карьера Мотта», состоявшая из восьми небольших картин, где героем стал разбогатевший бездельник. Доход от издания гравюр обеспечил Хогарту возможность сравнительно независимого существования. Итогом серии таких повествований стал цикл из шести картин «Модный брак». Сюжет, обычный для Хогарта, был очень злободневным. Неравный брак по расчету между разорившимся аристократом и богатой девушкой из буржуазной семьи. После брачной сделки с заключенной родителями, молодые быстро понимают, что они чужие друг другу люди. Разочарованный супруг проводит время в кутежах, а новоявленная леди заводит роман. Однако заурядная житейская история оборачивается трагедией. В поединке с любовником жены погибает граф, а незадачливая графиня принимает яд и в мучениях умирает в родительском доме. С удивительным мастерством передал Хогарт последовательность хода событий, раскрыл характеры действующих лиц, их взаимоотношения, нравы и привычки. По его картинам можно писать целые рассказы. Он стал первым и самым ярким художником-просветителем Англии. По Хогарту основная задача полезного искусства – не развлечение публики, а обличение порока, суд над жизнью, вершит который сатира. 10 ноября 1759 года в местечке Марбах, на Никаре, в семье офицера, находившегося на службе вюртембергского герцога в качестве фельдшера, родился Иоганн Фридрих Шиллер, поэт и драматург. В 1772 году он окончил латинскую школу в Людвигсбурге и по приказу герцога был зачислен в военную школу. Учился сначала на юридическом, потом на медицинском отделении. В 80-м году Шиллер получил назначение полкового врача в Штутгарт. Самые первые пьесы молодой врач уничтожил, а первая опубликованная пьеса «Трагедия разбойники» вышла без подписи автора. В январе 1782 года состоялась ее премьера на сцене театра в Мангейме. Шиллер не выдержал и сбежал из полка на представление. За самоволку его арестовали и запретили писать что-либо, кроме медицинских сочинений. Тут терпению Иоганна Фридриха пришел конец, и он подал в отставку. Уехал в Мангейм, пожил в Лейпциге, Дрездене. В 87-м году 18-го века переехал в Веймар, где начал изучать историю, философию и эстетику. В 88-м году Шиллер редактировал серию книг под названием «История замечательных восстаний и заговоров» и познакомился с Иоганном Гёте, который рекомендовал его на должность экстраординарного профессора истории университета в Йене. В 92-м году 18-го столетия конвент присвоил Фридриху Шиллеру звание почетного гражданина Французской Республики. Он писал стихотворения, оды, баллады, пьесы, публицистику, статьи на исторические темы и по эстетике. В последние месяцы жизни Шиллер работал над трагедией Димитрий из русской истории. 10 ноября 1894 года на свет появился Георгий Иванов, один из крупнейших поэтов русской эмиграции. Он родился в студенках Ковенской губернии в дворянской семье. Его прадед, дед и отец были военными. Юность поэта прошла в Петербурге. Он учился во втором кадетском корпусе, но так и не окончил его. Печататься он стал очень рано. Первая публикация Иванова относится к 1910 году, когда он дебютировал в первом номере журнала «Все новости литературы, искусства, техники и промышленности». Там он напечатал свое стихотворение и литературно-критическую статью. В этой статье 15-летний поэт под псевдонимом Юрий Владимиров разбирал ни много ни мало собрание стихов Зинаиды Гиппиус, кипарисовый ларец Иннокентия Анинского и стихотворение Максимилиана Волошина. В начале 11-го года прошлого века Георгий Иванов примкнул к эгофутуристам, однако спустя год отошел от них и сблизился с акмеистами. При этом он печатался в совершенно различных по направлениям журналах «Шиповники», «Сатириконе», «Ниве», «Гипербореи», «Аполлоне», «Лукоморье» и многих других. Первый сборник поэта «Отплытие на остров Цитеру» вышел в конце 1911 года. Весной 1914 года, будучи уже полноправным членом цеха поэтов, Иванов издал свою вторую книгу стихотворений «Горница». В годы Первой мировой войны Иванов активно сотрудничал в популярных еженедельниках, написав массу ура-патриотических стихов, к большинству из которых впоследствии относился критически. После революции Иванов участвовал в деятельности второго цеха поэтов. Чтобы прокормиться, занимался переводами Байрона, Бодлера, Готье и ряда других поэтов. В октябре 1922 года Георгий Иванов вместе со своей женой Ириной Адуевцевой покинул Россию. Иванов много публиковался в эмигрантской прессе со своими стихотворениями, критическими статьями, писал прозу. В эмиграции Георгий Иванов делил с Владиславом Ходосевичем звание первого поэта. Хотя многие его произведения, особенно мемуарного и прозаического характера, вызывали массу неблагоприятных отзывов. Как в эмигрантской среде, так и в советской России. Последние годы жизни прошли для Георгия Иванова в нищете и страданиях. С 1953 года он вместе с женой проживал в приюте для престарелых недалеко от Тулона. В августе 1958 года поэт умер. Позднее его прах был перенесен на парижское кладбище Сен-Жен-Эвьев-де-Боа. А теперь о погоде в этот день в разные годы и века. 10 ноября в 1821 году в Киеве и Дубосарах отмечались подземные удары. Землетрясение охватило южную часть России от Киева до Очакова, Николаева, Тифлиса. В этот день в 1844 году сильные морозы ударили на юге России. В Иреване температура понижалась до отрицательных значений. 10 ноября 1908 года в Москве зарегистрирована самая низкая температура воздуха, наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений. Она составила минус 19 градусов. Сегодня 10 ноября. Наша программа «День веков хронограф» подходит к концу. И самое время рассказать вам о народном календаре. В этот день Православная Церковь отмечает память мучеников Терентия и Неонилы, и чад их. Еще 10 ноября просковья пятница христовым страстям причастница, охранительница брака, благополучия и домашнего счастья, покровительница пятницы, воды, торговли, пряжи, плодородия, полей и скота, целительница различных недугов, дьявольское наваждение, лихорадка, зубная головная и прочая боль, и бабья заступница. Ее икона ставилась у источников и колодцев, придавая воде особую силу. На Неонилу устраивали льняные смотрины, у кого лучше полотно да изделия из него. Параскевы – это тречистые родники, почитаемые крестьянами в болотистых северных захолустях. Именно в их воде, по древним преданиям, являлась людям икона Параскевы. С вами была программа «День веков хронограф». И помните, что каждый день – это дата. Каждый день – это имя. Каждый день – это событие.